Всем привет! С вами Ольга. Сегодня делаю влог. Значит, собираюсь показать наконец-то макияж вот такой, самый обычный, каждодневный, который я делаю постоянно по многочисленным просьбам. Все же я покажу, как я его делаю. Потом я вот покрасилась в свой любимый бежевый блондин. Обожаю этот оттенок. Мне кажется, что это, не знаю, по-моему, это самое лучшее, что мне больше всего нравится и больше всего подходит. Так, что еще? Еще я собираюсь поехать сегодня вот сюда. Это у нас «Семь прядей» называется. Студия плетения кос. Хочу научиться плести косички, там открытие, поэтому будут бесплатные занятия. Поеду, посмотрю. Но если вам интересно, то оставайтесь со мной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует... 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 А, кстати, я снимала влог летом, по-моему, про эльфийскую фотосессию. Кто не видел, я сейчас вставлю итоги этой фотосессии. Несколько фоточек, просто посмотрите. Так, Ась, теперь меня ждет с этим же фотографом. Мы решили, что будет фотосессия Викинг Гёрл, то есть девушка-викинг. Ну, в зимнее время довольно интересно, на фоне снега только он уже растаял. Ну, неважно, потому что мы еще не до конца продумали образ. И вот я получила свои первые покупки именно уже для фотосессии Викинг Гёрл. Это будет корсет, офигенный корсет, должен быть. Сейчас посмотрим. Потом следующее, это такие набалдашники на ноги, ну, то есть на сапоги. Я не знаю, ну, как такие волосатые, типа унтые, не унтые. Ну, вы меня, наверное, поняли. И еще будут жилетки меховые. Еще что-то там для мужа, по-моему, рюкзак, если я не ошибаюсь. Вот, ну, в общем, сейчас пойдем разбирать. Сделала себе на ужин греческий салат. Сейчас поем и будем разбирать посылки, которые я только что притащила с почты. Вот такой вот у меня вкусненький, наверное. Пойду есть. Для фотосессии я получила такие забавные штучки. Это одевается на ноги. Ну, как сказать, как продолжение сапог, может быть, или что-то в этом роде. Это искусственный мех. Ну, выглядит забавно на ногах. Так, что еще я получила? Для мужа получила вот такой рюкзак он заказывал себе. Вот. Такой довольно большой. Вместительный. Я его померила. Он, по-моему, 52, что ли, сантиметра. Вот так вот в высоту. Так, и сейчас еще покажу. Так, и вот следующее мое приобретение. Офигенный корсет. Он такой... Я даже не знаю, в каком он... В готическом стиле. Так, вот. Косяк нашла один. Ниточка. Ну, это я обрежу. Ладно. Так, в общем, кроме этой нитки тут ничего больше нет. Никаких косяков. Обалденно сделан. Тут вот под кожу. Вот эти кости все такие плотные. Ну, прям реально плотные. Я его уже померила. Мне тут по размеру подошел. Во. Я прям вообще влюблена. Ну, после фотосессии я, конечно, его никуда девать не буду. Я его оставлю. Я так думаю, что это будет отличный вариант для похода на концерт. Вот. Может быть, там Nightwish, Imperial Age, Epica. Я думаю, что как раз я впишусь в толпу фанатскую. Хорошо. Так. И вот еще. Вот такие вот трусы продавец положил в подарок. К этому корсету. Не хотела их показывать, но у меня так что-то прям смех распирает, когда я на них смотрю. Вот. В общем, такие чудо-трусы. Это я, пожалуй, куда-нибудь уберу. А вот корсетом я просто безумно довольна. Сейчас фотку вставлю. Следующее приобретение. Это вот такая жилетка из кролика. Но это даже не то, что прям специально для фотосессии. Как бы хотелось что-то такое. Ну, как бы тратить энное количество денег просто на развлекуху одноразовую, я думаю, что не стоит. Поэтому эту вещь я буду носить. Я уже ее одевала один раз. Конечно, ну, когда была, может, там, не знаю, плюс один, плюс два. И на свитер. Сделан из маленьких кусочков. Нормально так сделан. Знаете, за... Я не помню, ну, что-то две с чем-то. Мне кажется, за такие деньги получить натурального кролика, пусть не лучшего качества, конечно. То есть, да, не снежная королева, понятно. Но все равно можно одеть, можно походить. Вот такая симпатяшка. Сейчас еще покажу вторую жилетку. Вторая жилетка – это чернобурка. Вот здесь вот даже есть. Так жалко вообще. Не знаю, мне, с одной стороны, как бы я не против носить мех. Я себя утешаю только тем, что животные уже были убиты, их для этого вырастили, их для этого, как бы, ну, в общем, как-то так, должно сказать. Так, тут есть карманы. И знаете, что подумала? Как можно сделать, чтобы мех никто не стал вообще покупать? Вот, если убивать животное не заранее, а непосредственно перед заказом. То есть, например, я хочу такую жилетку. Мне показывают зверушек, говорят, вам какую вот эту левую или вот эту правую? Я думаю, что 98% людей откажется вообще полностью от меховых изделий. Вот такая вот жилеточка. Вот здесь вот, видите, как бы цельная. А вот это вот все, на самом деле, кусочки, вон, видите? То есть, это пришито на искусственную кожу вот такие. О! Ну, я думаю, что понятен смысл. Ну, как, я не знаю, волосяные полоски. Ну, вот так вот смотрится здорово. Размеры я брала эти все 3ХЛ. Вот, все подошло. Ну, вот, наверное, и все, что я вам хотела сегодня показать. Ну, вернее, хотела я показать больше, но уже все, я никак не успеваю. Потому что мне пора идти забирать ребенка от свекрови. Она сегодня любезно согласилась позвать ее в гости, провести с ней время. За что я огромное, конечно, спасибо. Благодаря этому я успела все, что хотела. Вот, еще и влог сняла. В общем, день прошел очень-очень супер. Ну, на мой взгляд. Надеюсь, что вам тоже было интересно. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока.